вот таким вот образом передвигается ящик сюда сюда чтобы видно было все не нужно залазить разглядывать и так далее и тому подобное никаких проблем с этим нет привет youtube привет подписчики и гости моего канала значите занимаюсь тут немножечко себе ремонтом вот детскую я делаю три на четыре размер места катастрофически мало все занято все подоконник заваленный здесь все это дело стоит понад стенами чтобы шпаклюется то быстро чтобы перейти вот это все надо куда-то обратно перетаскивать это туда не подлезешь сюда не подойдешь занимаюсь только в основном перестановка инструментов это не дело это совсем не дело ну долго не думая нашел выход сейчас я его буду делать впрочем все будет коротко принципе ясно так что не переключайтесь а мы продолжаем вот приволок вот такой стол из сарая вспомнил что у меня есть старый 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 стол может кто помнит вот здесь такие защелочки он еще раскрывается может у кого-то был сюда ставится вставка еще она потерялась где-то за столько времени вот еще я сейчас раз по размерам придемся если кому интересно мало ли ширина 80 длина в сложенном состоянии метр двадцать высшена 72 сантиметра в разложенном состоянии длина его будет составлять вот метр семьдесят четыре вот такая вот штука сейчас я его буду немножечко модернизировать и переделывать покажу что у меня получится значит и ножки стоят такие вот если видно такие барашки сейчас я их отвинчу и покажу что будет дальше итак ножки открутил вот они деревянные имеют вот такую вот штукенцию болт какой-то закрученный туда в дерево но тем не менее он нам уже не нужны портить их не стал взял 4 было у меня обрезка по 50 сантиметров 4 куска целые не стал трубы резать а добавил еще по 5 сантиметров вот общая длина получилось вместе с глушкой 55 сантиметров купил 4 колеса по 400 рублей вот такие поворотные со стопорами они все варил болт то есть засверлился подружкой здесь не знаю снимется или не снимется впрочем вставил болт закрутил барашек и сверху сваркой шляпку прихватил чтоб он не вываливался то есть сделал то же самое что и на деревянных вот колесо поворотное стопорящие и приводил таким образом примут приварил с одной стороны и с другой стороны с 3 не приварил выпустил на одну сторону специально для чего сейчас покажу сейчас это все дело поставлю уже на новые ножки и посмотрим что будет дальше все погнал не прикручивать не переключайтесь получилась вот такая вот штука то есть на больно эти штуки колеса смотрят друг на друга вот эти площадки там там то что у нас теперь стол легко перемещается вручную да будем так говорить не нужно таскать здесь колес не было но это еще не все ребят это самая малая часть сейчас я покажу что я буду делать еще смотрим значит взял два бруса не помню какой длины ну тем не менее мне хватило два бруса 50 на 50 и вот таким вот образом их скрутил по два шурупа по два шурупа получилась вот такая вот рамка эта рамка у меня стану становиться будет вот сюда на вот эти вот пятки ну впрочем сейчас я поставлю и покажу переверну стол сразу покажу крепится он будет просто по одному шурупу на каждый угол просто чтобы она не сместилась вот так что сейчас я переворачиваю стол и покажу как я закрепил рам закрепил рамку вот такой вот пресс шайбой на сантиметра три три с половиной длина вот по одному шурупчику с каждой стороны также у себя нашел старый шифонер вырезал нужный мне размер длину вот один кусок и другой кусок получилась вот такая вот широкая широкая полка снизу стола теперь что я буду делать раздвигаю стол у нас доступ сюда есть все теперь сейчас я располагаю размещаю инструмент в разгружаю окно все крупная габаритная идет вниз вся мелочевка идет наверх впрочем сейчас все сами увидите и так окно разгружено несколько ведер инструмент не мешает весь инструмент находится на вот таком вот столе верстаке органайзере будем так говорить да как ребята мне подсказали в группе вчера это стол органайзер сюда прекрасно в эту нишу стал ящик он здесь цепляется вот этими бортами обалденно здесь тоже куча всяких струбцин мелочек то есть если нужно подошел его спокойненько взял достал доступ есть снизу с этой стороны можно ящик подвинуть сюда если нужно либо развернуть теперь когда площадку я перемещаю просто берется и перемещается в сторону куда как надо абсолютно легко и быстро все можно заниматься шпаклевать и все остальное классная штука получилось очень даже удобно и теперь дело пойдет намного быстрее быстрее ну и в принципе одну сторону можно оставить ее и заниматься там резать металл либо еще там что-то либо там расчерчивать если нужно порезать и лист не обязательно уложить на пол это все дело еще один ящик принести собрать ящик достал лист ложится сюда капитально и работает капитально вышину я сделал его на два сантиметра пониже был у нас 72 стал ровно 70 для ровного счета говорится вот такая у меня вот сама девочка теперь в этой маленькой комнате весь инструмент перемещать спор раз стало быстрее и плюс окно не загружено если нужно зафиксировать на дело все это дело фиксирую фиксирую даже с одной стороны этого достаточно как то так ну чё ребят всем пока всем удачи кому понравилось лайкос кому не понравилось лайкос ну и прокомментируйте что думаете полезная штука или нет или бессмысленная вот это было моя затея сделать себе такую штукенцию все всем пока